В Шемкенте старейший дендрологический парк оказался в центре скандала. Там приступили к реализации проекта «Удача». Вот только экозащитникам он не понравился. Мнения же горожан разделились. Одни возмущены тем, что многолетние деревья пустили под спил, другие не против осуществления проекта в центре парка. Катерина Попкова разбиралась в ситуации. Роза Байсареева показывает поляну, на которой еще недавно росли деревья. Теперь здесь лишь пеньки. Женщина признается, заметила это случайно. Но пройти мимо не смогла. Это не больные дерева. Они здесь организовали просто место для кафе. Срубили здесь. Дорогу открывают. Вы сами посмотрите. Молодники, они самопосевы. Они убираются везде. Защитница природы уверена, что под сруб пошли не только молодые деревья, но и те, что росли не одно десятилетие. Рабочие, которые продолжают здесь наводить порядок, оказались совсем неразговорчивыми. Вы здесь работаете, да? Руководство дендрологического парка поясняет, на этом месте будет проект удача. Люди смогут здесь отдохнуть и перекусить. Мол, сами горожане неоднократно просили о таком уголке в зеленой зоне. При этом, по словам директора, ни одно дерево не пострадало. Здесь будет все природное, деревья будут, они будут садиться, там скамейки, на гитаре петь, сидеть. Естественно, какие-то бургеры будут, там какой-то они вот такие, знаете, переносные. Вот если на машине стоят, там вот такой проект, просто его сейчас у меня нету, его как раз я давал ребятам. Там будет такое, вот как бы на природе, да? На природе сидят люди, пришли, потому что спрос населения. Вот мне каждый день приходят. Мы хотели бы прийти в дендропарк и хотели бы как бы посидеть где-то вот. А вот по какой причине деревья были срублены ранее, специалисты дендрологического парка сказать не смогли. Ответ долго искали в своих записях, но там не нашли его. Наши сатурники такие не давали. Чего не давали? Вот что надо, акт, письмо, ничего не давали. Именно на это? Вы не разрешали рубить эти деревья? Нет, мы не знали. А кто тогда срубил это? Я не знаю, я сегодня вот только узнала. Шымкенский дендропарк был возведен 40 лет назад на месте мусорной свалки. Теперь здесь растут редкие экзотические породы деревьев и кустарников. Есть растения, занесенные в Красную книгу Казахстана. Такие места должны оставаться какими-то аутентичными, только природа. Это же такое место, видите, оно больше похоже на такое уединение с природой и прочее, мне кажется, не стоит. Пусть будет кафе закушанное, люди придут, погуляют, покушают, поиграют, дети побегают. Почему нет, возможно, это да. Руководство парка планирует основательно заняться развитием живописного зеленого уголка. Будет несколько тематических зон. Правда, перед тем, как приступить к реализации грандиозных планов, обещают провести общественные слушания. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар, 24.